Всем привет, ребят! Любовь с канала Панины ТВ передала мне эстафету. В этой эстафете мне нужно ответить на несколько вопросов. Первый из них звучит следующим образом. Цель открытия канала. Наверное, те, кто смотрит меня уже давно, знают, что у меня есть основной канал, который называется Никита Носков, где я публикую разные видео о том, как что-то сделать своими руками, тюнинг моего электросамоката, плейлист под названием Плюсы и Минусы, различные видео о Краснодаре, это достопримечательности, куда можно сходить, ну и так далее. Также есть видео на велотематику, так как я люблю кататься на велосипеде. Цель открытия канала, это, конечно же, съемка влогов, потому что многие блогеры так и делают. Они создают основной канал и влоговый канал Live, где они публикуют свои влоги. Собственно, по этому пути я и решил пойти. Ну а если быть совсем честными, то основной канал уже просто изжил себя, там нет активности, туда не подписываются люди и, в общем-то, я не вижу смысла его вести дальше. Следующий вопрос такой, поддержали ли меня близкие? Естественно, еще с тех пор, когда я начал заниматься музыкой 10 лет назад, они меня в этом поддерживали. Потом, когда я решил открыть канал и снимать видео на YouTube, понятное дело, что они меня поддержали, даже когда у меня не получалось, когда я записывал видео на какой-то телефон с очень средним качеством, так скажем. Все равно мои родители меня поддержали, также меня поддержала девушка, ну сейчас это уже жена, так что в этом плане все ок. Третий вопрос. Огорчила ли меня работа на канале? Честно говоря, я не совсем понял суть этого вопроса, но я еще не получаю никаких доходов с канала, поэтому я не могу сказать, что меня что-то огорчило, что-то расстроило. В любом случае, мне нравится вести канал, пусть даже у меня 100 подписчиков, но это те люди, которые меня смотрят, которым я интересен. Ведь самая сильная мотивация для блогера, это, конечно, поддержка его подписчиков. Четвертый вопрос. Что положительного принес мне канал? Так, прежде всего, что мне положительного канал принес. Канал помог мне быть более уверенным в себе, так как когда ты идешь и снимаешь видео, ты находишься среди людей. Первоначально это было очень неудобно, я сильно стеснялся, всегда шел и думал, блин, если я сейчас достану камеру и начну себя снимать, что же обо мне подумать? Так вот, когда я начал выкладывать видео на YouTube, и меня начали комментировать, начали смотреть, у меня просто-напросто отпала мысль о том, что я буду выглядеть как-то смешно на людях. Также немалую роль канал сыграл в моей творческой карьере композитора. Так как я пишу музыку, соответственно, мне ее нужно как-то рекламировать, как-то продвигать. Благодаря каналу у меня стало больше слушателей, увеличились продажи на аудиостоке и стало больше близких товарищей по духу. Будем называть это так. Пятый вопрос звучит коротко. Моя мечта. Если говорить про YouTube канал, то, наверное, моя мечта это миллион подписчиков. Мне кажется, это круто, когда у тебя есть большая аудитория, когда ты можешь что-то вещать на эту аудиторию. Мне нужна именно большая поддержка, огромная аудитория, армия моих фанатов. Соответственно, я и стараюсь все сделать для этого, чтобы мой канал начал развиваться, начали подписываться новые люди, смотреть меня. Вы сами заметили, что я стараюсь делать достаточно интересный монтаж. Конечно, я еще пока не профессионал, но я осваивать начал программу для монтажа всего лишь в ноябре 2019 года, поэтому у меня все впереди. И благодаря вашей поддержке у меня появляется все больше и больше интерес к изучению монтажа и съемки видео. Так что я хочу сказать вам всем спасибо, кто на меня подписан и передать эту эстафету следующим людям. Кейси Нейстеду, Лине Герман, Кате Борзовой, Виктории, Марине Герняк и моей сестричке Даши Носковой.